Послание Государственному Совету Чувашии сам глава региона назвал годовой планеркой. В этом году стратегический документ содержал порядка 20 конкретных поручений. В приоритете поддержка бизнеса и сельского хозяйства, рост инвестиций и доли экспорта, развитие туризма, модернизация объектов здравоохранения, цифровая трансформация. Первые оценки поставленным задачам прозвучали от приглашенных на церемонию, которая прошла в филармонии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Послание Госсовета Республики Олег Николаев оглашает в третий раз, хотя поручения главы региона адресованы не только депутатам. В филармонию пригласили порядка 700 человек. Это и руководители муниципальных округов, и представители бизнеса общества, и общественные деятели. Каждое послание главы региона – это стратегические задачи на перспективу. Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. В послании главы региона не только задачи на перспективу. Олег Николаев отдельно отмечал и значимые итоги прошлого года. В 2022-м Республика вспоминала о выдающихся земляках. Крайне важно увековечить память для потомков. Важнейшей датой станет для нас 175-летие со дня рождения Патриарха и Пресвятителя Ивана Яковлевича Яковлева. Его заветы, написанные десятки лет назад, актуальны и в настоящее время. Сейчас историю пишут и участники специальной военной операции. Герои среди нас, тем, кто приехал с боев в зале филармонии, был выделен весь первый ряд погибших в зоне СВО почти минутой молчания. Глава региона отметил, что правительством организовано комплексное сопровождение военнослужащих и их семей. Наша задача – организовать эту работу таким образом, чтобы у наших земляков не было другой мысли, как выполнять боевую задачу. В год счастливого детства Республика входит с новыми планами. Глава региона анонсировал начало строительства еще трех школ. В Чебоксарах, Цивильском и Канашском муниципальных округах. В фокусе правительства и молодежная политика. Для ее дальнейшего развития Олег Николаев поручил разработать новую госпрограмму с прицелом до 2030 года. Это не только строительство, реконструкция, ремонт школ, детских садов, что само по себе очень-очень важно. Но и наполнение этих новых пространств новым содержанием, новыми подходами в образовании. Ну, например, я назову проект УПК-21, который успешно стартовал и который следует развивать. Также для молодежи планируется создать центр военно-спортивной и патриотической подготовки. На базе лагерей «Белые камни», «Росинка» и «Санатория» и «Лесная сказка» откроют комплексы детского оздоровительного отдыха, которые будут работать круглый год. Еще одна ключевая задача – добиться стопроцентной сортировки и переработки не менее 50% отходов. На это власти регионов нацеливает и президент. Для развития экономики необходимо начать процесс заключения офсетных контрактов и соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Вообще, отмечают предприниматели, бизнес в республике себя чувствует очень комфортно. Огромный еще интерес уделяет молодому предпринимательству, что немаловажно. И думаю, что те задатки, которые есть в моем бизнесе по поддержке малого предпринимательства, скоро дадут ростки. Глава региона поручил муниципалитетам обновить якорные инвестиционные проекты на ближайшие три года и сформировать для них земельные участки. Вообще, отмечают эксперты, глава региона дал посыл развивать территории ускоренными темпами. Глава Чуваша Олег Алексеевич Озвучил задачи, поставил задачи перед предпринимателями, перед госслужащими. Задачи, которые будут улучшать качество жизни нашей республики. Я думаю, что мы, предприниматели, тоже должны принять активное участие и усилие для того, чтобы эти качества жизни улучшить. Еще одна принципиальная задача – развитие туризма. Глава региона поручил уже в ближайшее время запустить маршрут на Галикое Чуваше – дорогами тысячелетий. Для нас, для Ядринца, важно развитие сельскохозяйства, туризма в том числе, так как более пяти объектов в нашем районе входят в маршрут, в региональный маршрут. Для нас это важно, этот ресурс мы должны использовать, также эти возможности для развития нашей территории. Также отметил Олег Николаев, необходимо создавать новые цифровые сервисы и продолжить перевод социально значимых услуг в электронный вид. Все информационные системы и сервисы, которые мы создаем, они в первую очередь создаются в интересах граждан, в интересах жителей республики. Объединяющей вот это вот все многообразие информационных систем и сервисов будет являться работа по централизации, систематизации работы с данными. Большую часть задач Олег Николаев адресовал министрам, но чтобы добиться целевых ориентиров, необходима слаженная работа всех уровней власти. Для этого и запущен формат расширенного правительства. Значимую роль в республике отводят институтам гражданского общества. В целях расширения общественного участия в реализации вопросов местного самоуправления считаю назревшим в создании в 2023 году муниципальных общественных палат. Завершив выступление, глава региона спустился со сцены, чтобы вручить орден мужества участнику СВО Артемию Репкину. В феврале прошлого года он под минометным огнем выявил с поля боя личный состав. Почетную награду герою присвоили указом президента России. Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова, Павел Рыдков, Бахтияр Вилиев, Николай Скворцов и Сергей Емельянов. Республика.